приветствую тебя дорогой зритель и ты смотришь марафон по выживанию space engineers итак 10 выпуск и я уже могу сказать что я многого добился ну как многого в принципе основного чего я хотел добиться посмотрите что здесь происходит давайте поможем дальше найти нанитную станок кстати собаки как салют блин или как спелые груши да ладно посмотрим что с них подберем это жаль что нанитнее с них не поднимает ресурсы и так давайте по порядку рассмотрим все этот выпуск будет не столько творческий сколько информативный я расскажу о том что я сделал и какие у меня планы еще что я сейчас буду делать короче первое самое важное хорошая новость нанитная станция запустилась и работает я тут даже кнопочку сделал чтобы ее запускать то есть вот нажимаю включить и выключить начинает работать в случае чего вот и практически уже 1500 тонн железа мне пришлось выкопать ради того чтобы как бы достраивать свою базу я молчу про кобальт и молчу про остальные элементы ну никель кобальт и железо это важные составные части я думал что я не смогу это все сделать и на это уйдут недели но нет на все это ушло всего лишь один день ушел зато часиков наверное 6 я что сделал так как у меня четыре рефайнеры стоят вот я решил построить один одну дуговую печь вот и и запечь естественно я решил в нее положить железо потому что она железо перерабатывает очень быстро это выгодно в конечном итоге у нас кобальта осталось по всему очень мало к сожалению хотя есть еще руда на перерабатывается вот но надеюсь что на все хватит но есть не хватит я заберу самая основная моя как бы поделка это пол самое сложное это пол действительно потому что он из блоков тяжелой брони был чтобы снизу его метеориты не пробивали но после того как я понял что если поставить вот вот такую вот щель между то есть сделать подвал вот такой большой то вам ничего не будет грозить я даже здесь не делал эти блоки тяжелой брони но зачем все таки я сделал эти блоки тяжелой брони ведь я бы мог их спилить и не тратить на них столько материалов а вот тут у меня есть ответ на этот вопрос когда-то когда я играл давным-давно space engineers в прошлом году даже я пол оборудовалась легкой брони и когда я строил значит большой корабль из этого большого корабля отвалился кусок наподобие скажем но он был довольно тяжелый он упал и он мне пробил пол вот та часть где была легкая броня пробил насквозь а тяжелую бронем пробить не смог это единственная причина по которой я решил все-таки сделать пол из тяжелой брони это пожалуй не самая занудная часть базы и самое долгоиграющие долго строящие ну потому что она и обширная по своей значит ширине она еще строится она медленная и так далее и тому подобное это что касаемо этого потом что по поводу своего супер бура я решил выжить выжать из него максимум поставил наконец-то значит радиоуправляемый блок поставил два дополнительных двигателя и теперь он вообще то есть он реально поднимает около 450 тонн спокойно и с полностью груженым я его могу вывести а также добавил добавил дополнительные буры теперь я могу полностью вбуриваться то есть в стопроцентную бурь вы цвите не выступаю значит не сверху ни снизу никакие части поэтому очень удобно на него стало резать и пользоваться им стало тоже очень удобно потом что я сделал я решил построить еще один корабль но он не для добычи он чисто для копания земли то есть он что-то вроде крота или уравнитель а его назову уравнитель вот более хорошее название почему уравнитель потому что эта машина сделана только для того чтобы вырыть пещеру и сделать ее ровной то есть вот видите как я вырал относительно ровную площадку вот и не только здесь но и здесь то есть вот сделал некое некое пространство для того чтобы расширять свою базу под землей в любые нужные мне стороны то есть для этого строить какой-то большой корабль не имеет смысла я тоже могу сюда добавить еще несколько буров и поверьте это того стоит идея очень хорошая он вбуривается как масло им невозможно конечно добывать ресурсы но стены вот так вот подравнивать или образовывать делать новые комнаты вполне можно потом ну с потрошителем я пока решил ничего не делать с этим рудокопом все что ясно я рассказал на нить не все строит приходилось летать за железом довольно немало вот но я я скажу что если честно на все это я ожидал потратить больше закончился водород на пойти затариться им я ожидал что на все это уйдет больше времени а теперь перейду к последней части новостей которые я хотел бы рассказать и приступить пожалуй к деланию он его сейчас думаю вам все станет ясно я собираюсь сделать подъемник подъемник для колесной техники да да у меня она будет то есть я не собираюсь конечно делать все на колесной техники но зачем мне нужна колесная техника для экономии скажем ресурсов так действительно значит зачем мне это колесная техника нужно я сделаю колесную технику для того чтобы перетаскивать огромное количество внимание руды и также я попробую сделать колесную технику которая будет но судя по всему это не очень хорошая идея но насколько я знаю я видел как ну я скачивал очень много чертежей различных бурительных машин на колесах и пока ни один из них не оправдал себя все трясутся особенно те которые на поршнях те которые копают едут они вообще блин раскидывает их колбасит очень сильно поэтому об этом даже речи быть не может но тем не менее я попробую что-то сделать так как с колес колесами там что-то делали вроде бы их обновляли исправляли чинили я не знаю поэтому думаю что все равно мне понадобится колесная техника ну и кроме того она жрет очень мало энергии то есть очень мало потребляет и я могу сделать что-то вроде комбинированной техники на которую я буду сажать этот рудокоп он будет выкапывать мне руду а на этой колесной технике будет располагаться большой значит контейнер ну большой грузовой контейнер куда я могу складывать чуть ли не тысячами тонн как каких-либо ресурсов для переработки дальнейшей а потом поставлю уже 10 рефайнере так как но мне не жалко построить и все и у меня будет как бы огромные запасы ресурсов потому что ресурсы в этой игре рулят ну а теперь перейдем к следующей части от рудокопов подъемнику собственно говоря дорогой дэйв еще один летсплейщик которому я обещал показать значит в чем в чем же особенность строительства подъемников на на это посчитать сколько блоков но я думаю это несложно вы можете сделать несколько блогов сколько поршней будут поднимать наверх вот три пуп 3 поршни и вроде бы должны справиться вроде бы вроде бы посмотрим да но не это важно не это самое главное самое главное сейчас я об этом расскажу вам так самое главное это что можно об этом сказать это вот это то есть например большинство строят подъемные подвижные части которые бывают на поршнях значит обычными блоками можно конечно но я советую их строить особым видом блоков которым я сейчас пользуюсь называется он сейчас покажу вам блок двери так и называется блок двери край блок двери проблема в том что когда мы ставим вот обычные блоки друг рядом с другом и они начинают двигаться они вышибают друг друга то есть вся система кражется чтобы этого не происходило надо использовать вот эти блоки двери они отличаются от этого тем что они у них есть такая буферная зона которая не трется она как бы обтекает сейчас я это буквально докажу сейчас я это построю будет понятно что я имею в виду так здесь отсюда вот и сюда мы поставим вот это вот обязательно должны быть вот эти вот блоки края потому что в ином случае то есть здесь есть просто блок двери а есть блок двери край вот этот самый край он будет позволять чтобы ну грубо говоря тот самый край да кстати было бы хорошо еще к чему-нибудь это представили но не очень-то хочет ставится сейчас 8 ничего и эти блоки двери они немножко специфичны с ними надо работать вот с ними надо как-то по особым работать сейчас это соображен что делать по ходу по ходу по ходу нужно будет сделать так так хм нет лучше обычно я поставлю для того чтобы поставить сюда вот это вот это а так у меня нет стен понятно вот поставили мы теперь надеюсь это починить итак заходим сюда значит выбираем поршни у нас три поршни объединяем их в один очки поршень итак сохраняемся и здесь уже назначаем значит кнопка 1 задействие группы поршни допустим вот реверс затем задаем сюда кнопки 2 еще одно действие сейчас это будет включить выключить итак нажимаем и поднимаемся вот как мы видим ничего не разрушилось вот затем выключаем конечно посадка будет то есть система будет не очень стабильная потому что надо поставить еще один помосток все так как двигается на как бы это объяснить на одной поршни сами знаете что это не очень стабильно нажимаем реверс и спускаемся вниз обратно как вы видите вот пожалуйста ничего не рухнуло ничего не умерло вот наша подъемная так сказать база в принципе неплохая но она конечно же будет трястись ну что поделать вот а теперь по поводу высоты по поводу высоты сейчас попробуем узнать правильно ли я все сделал если что нажимаю значит на это гд я думаю что если Если Мы нажмем до конца То наша платформа Пробьет бошку Потолку Ну короче не суть важна Это можно если что отрегулировать Поставить значит еще один поршень Или убрать эти поршни Короче вариантов уйму на самом деле Но я думаю что я смог передать основную мысль О том как это делать Вот Можно допилить самому Потом опускаемся Можно по этажам чтобы поршни поднимались Кстати вот таким вот образом Можно сделать лифт Вот вполне кстати Не глючный а нормальный Так что дерзайте И опустимся на нашу базу В принципе все работает ребята И ваша машина Сможет прямо тут На подъемнике уже садится на поршни Вот Так что вот так вот классненько Я думаю Даже можно подрегулировать Тут кое что Где эти поршни Поршни Так Так Минимальная дистанция Так 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 И скорость Я думаю что скорость стоит Сделать Максимально На Мне кажется Переборщил На На 0-4 0-3 Посмотрим на 0-3 Нет Надо еще Так Поршень 0-3 0-1 Попробуем Вот Пожалуйста Прям можно вот Выезжать на колесной технике Въезжать на базу Можно ее тут сделать Поднять наверх И вуаля А здесь я поставлю уже Как бы Ворота Ну Сбоку Которые будут Открываться Закрываться Я буду выезжать на своем лифте И такой весь крутой Подниматься наверх Короче Здорово В принципе Ай да я Ай да молодец Так что Так что Такие вот Веселоновости И так как у меня сейчас Время на бобрес Можно сказать, что я сейчас быстро исчезну и следующий обзор, точнее следующий летсплей, я думаю, что я послезавтра скорее всего сделаю стрим. Да-да, у меня будет стрим, мой первый стрим, поэтому пожелайте мне удачи, что ли, так как у меня еще такого эксперимента не было, я еще никогда не стримил в своей жизни, да, а это будет, можно сказать, первый мой стрим. Да, так, попробуем еще раз, вот, нажали, значит, и он медленненько-медленненько начал подымать меня наверх. Кстати, чем меньше будет скорость, тем лучше, тем выше стабильность, можно сказать, вот, прикольненько, потом я сделаю, чтобы он по этажам поднимал. Вуаля. О-ло-ло. Блин, я прям, 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 прям воодушевился. Классный лифт у меня получился. Здоровская идея такая. Тэкс, надо будет вовремя нажать на выключение. Вот так вот, иначе грохнемся. Ну что ж, здорово. С вами, а, баги, 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 недовидные. С вами был Лур, подписывайтесь, ставьте лайки, всем, кто смотрит мои обзоры, точнее, мои летсплей, гайды, всем большое спасибо. Ставьте лайки, потому что от вас зависит мой канал. На самом деле, от ваших лайков, по простым причинам я не раскручиваю свой канал, я не занимаюсь им прям так профессионально, как хотелось бы, потому что у меня времени не так много и, впрочем, и возможностей, и поэтому я делаю в меру возможностей все. Поэтому надеюсь на ваши, скажем, на ваши, ну, на вашу снисходительность, на ваше желание, на ваше желание помочь. Да. До скорых встреч, ребят. Так что, пока-пока. Надеюсь уже до стрима. Пока-пока. Ура.